Привет-привет, добро пожаловать в новый влог, наверное, не к таким предрождественским видео вы привыкли, но в этом году вот такая жизнь, поэтому уж как есть, я буду делиться с вами и таким опытом, точнее даже опытами. Сейчас я вам расскажу несколько историй вообще, что происходит, вот, и дальше уже, наверное, когда вернусь домой. Послезавтра я ложусь в больницу, я вам говорила о том, что 4 месяца тому назад я была на консультации у хирурга, я буду убирать грыжу и зашивать свой диастаз. Уже тогда я знала, когда будет операция, особо не было выбора, потому что у доктора очень плотный график работы, она работает в государственной клинике, но также принимает и частным образом. И я буду делать именно как частник, потому что это длинная история, мне пришлось бы ждать несколько лет, меня бы полностью разрезали и непонятно как зашили, или если бы я попала по скорой с защемлением. Ну, короче, я решила сделать все эстетично, с меньшим ущербом для здоровья, при этом с устранением моих проблем и с более легкой реабилитацией. Тем не менее, операция у меня будет 30 ноября, домой я должна вернуться через 1-2 дня, и потом мне нельзя будет где-то первую неделю-две даже садиться за руль, особо там активничать. На протяжении месяца нельзя будет не гулять с собакой, не поднимать ничего тяжелее 5 килограмм, а лучше даже трех. И вообще, на самом деле, такое полное восстановление у меня будет только через полгода, поэтому мне сейчас нужно, знаете, меньше движняковать по дому. И мы с Томиком тоже решили, что как раз будет очень много праздников, у него будет больше свободного времени, поэтому, конечно же, все обязанности он принимает на себя. Я надеюсь, что у него хватит терпения этим всем заниматься, потому что, я вам говорила, и собака отнимает много времени, и дети, и дома тоже много работы. Но для меня это важно, мне нужно это сделать, и у меня проблема появилась после второй беременности. Я тягала детей, я покупала сама продукты, носила все эти торбы. Почему? Вопрос открытый, это такое дело, никому не надо. И, в принципе, подготовка к операции шла хорошо, не учитывая нескольких моментов. Касательно клиники, о которых я расскажу потом уже, когда выйду, сделаю такой обзор. Я знаю, что меня смотрят девочки не только из Польши, но и из Кракова. И некоторые тоже хотели оперироваться там. Пока что к врачу у меня нет никаких вопросов. А вот что касается организации чего-то, то тут, конечно, особенно частным образом, я как-то думала, что будет хотя бы немножко лучше. Об этом попозже. И, в принципе, даже не учитывая организацию, не ахти, у меня все получалось. Я успевала на последний срок, не по моей вине. Но тут нагрянула беда, как говорится. Она одна не приходит. Вчера мы попали с детьми в аварию. Я попала. И поэтому я немного в таком разобранном состоянии. Вчера мне нужно было поехать за результатами обследований. Нужны оригиналы. Именно с документами там забираешь все. Приносишь. Нельзя распечатать где-то там в интернете. Нужно было съездить, сделать кардиограмму. И после аварии я занималась другими вопросами. И сегодня нужно все это успеть. Я жду, когда мне привезут временную машину. По страховке. Потому что моя остается в ремонте. Непонятно, как надолго. Сейчас расскажу, что и как. И вообще, как такое произошло. Большая часть моей зрительниц это женщины. Когда-то я делилась с вами своим опытом вождения. Получением прав. И то, что произошло вчера. Такое может случиться с каждым. И к счастью, все мы целы. Только у меня гематома на ноге. И слава тебе, господи. С детьми все хорошо. И во второй машине, где тоже были дети. Также я отвозила детей в школу. Это было 8 часов утра. Причем я вышла. И у нас выпал снег. Потом растаял. То есть днем плюс. Потом вечером минус. Я понимала, что может быть скользко. Я ехала очень-очень медленно. И у нас дорога в школу, во-первых, крутая. Во-вторых, там нужно два раза заехать на горку и съехать. И получается, если ты на одну горку заедешь, то уже как бы, ну, все. И там есть дорога, которая более такая активная. Где ездит много машин. И это все раскатывается. Там быстрее посыпают солью. Но также есть дороги между частными домами. Где солью посыпают там или чем-то еще в последний момент. В последнюю очередь. И мы повернули в такую дорогу. Там было очень узко. Частные дома. И даже обочины вообще нет. Я уже чувствовала, что... Ну, я до этого проверила и на ровной дороге. Где не было ни деревьев, ничего. Там было пошире. Я понимала, что ситуация просто трындец. И что нужно ехать очень медленно. И вообще я решила, что мне нужно где-то припарковаться. Даже у кого-то под домом. И просто дальше идти пешком. Потому что это было буквально рядом со школой уже. Ну, и тут мы сворачиваем на эту горку. Я чувствую, что очень скользкая. Сняла ногу с газа. И начала как-то маневрировать. Потому что передо мной уже одна машина. Где-то в середине этой горки. Стояла на аварийных. Стояла женщина с перепуганными глазами. И ехала тоже по встречке машина. И у меня несколько вариантов. Лететь в ту машину, которая стоит на аварийках. Лоб в лоб. В овраг. Там получается, знаете, как частный сектор. И очень часто для того, чтобы вода не собиралась на дороге, у нас делают такие, типа, как маленькие выемки. Овраги такие, да. Где тоже прокладываются частично трубы. И каждый дом имеет такой небольшой мостик, как бы подъезд. И я уже думаю, лучше в овраг, да. Но попыталась затормозить. И у меня это получилось. И я хотела доставать детей из машины. И в нас врезалась еще одна машина, которая не смогла затормозить. В принципе, там плавали все. Ну, это был такой день, где в Кракове было какое-то аномальное количество аварий. И то, что мама с детьми, кстати, из нашей школы не справилась с управлением, влетела в нас, это, ну, знаете, тут винить никого нельзя. И мало того, что она... Там, знаете, было место на то, чтобы все-таки затормозить. Но это чисто, знаете, по счастливой... По счастливой мы каким-то там звезды сошлись. И у меня это получилось. Потому что я не могу сказать, что я сама супер-водитель. Что вот такая крутая становилась она. Нет. Это случайность. Мне кажется, что я где-то там зацепилась, да, и смогла тормознуть. Вот. Ну, там было место для маневра. И в стрессе иногда ты не знаешь, что сделать. И у меня тоже такое могло случиться. Она очень сильно ударила нас, нашу машину развернула. И мы влетели в еще одну, которая стояла припаркованная там рядом с домом. Дальше нужно было срочно как-то оттягивать наши машины. Потому что, знаете, было настолько скользко, девочки, что когда мы вышли из машины вообще, чтобы детей оттуда подоставать, потому что велика вероятность того, что будут с горки съезжать остальные, и все будут ударять в нас. И потому что мужчина, кстати, тоже папа из нашей школы, прибежал сверху, он увидел, что куча аварийных. Кстати, я тоже успела включить аварийку, когда мне удалось затормозить. И он уже как-то там перепарковал наши машины так, чтобы не было еще большей катастрофы. И дети очень сильно испугались. У него в машине тоже двое детей. И как бы виноват тот, кто въехал сзади, он не держал дистанцию, он не справился с управлением. Но вызывать полицию, девочки, в такой ситуации, когда реально там просто лед сплошной не было смысла. Поэтому мы договорились, мы заполнили бумаги. У всех есть страховка, которая покрывает ремонт и пострадавшей стороны, и ее машины. И поэтому мы заполнили все, чтобы, знаете, еще штрафы нам не выписывали. Мы так понимаем, да, что и как. И машина, которая стояла припаркованная, в которую влетела моя машина, кстати, я стояла, получается, вот так запаркованная. Она въехала в меня, нас развернула. Я еще задом ударила машину, которая стояла запаркованная. То есть у меня разбит зад машины. Там фара, багажник, бампер, какие-то элементы, светоотражатели, еще что-то. Вот дети очень сильно испугались хрен с ним, с теми машинами, правда. Главное, что ничего не произошло. У нее еще меньше ребенок был в машине. У нее просто случилась истерика. И, конечно, я ничего не снимала. Мы потом уже, когда успокоились, порастягивали эти машины, мы пофотографировали для страховой. И это все. Никто не снимал там саму аварию и так далее. И так как мы не смогли найти хозяина машины, которая также пострадала, когда мы ее так откинули с детьми, мы оставили просто записку. Извините, такая ситуация. Мы как бы отремонтируем вашу машину. Вот контакты наши, номера телефонов. Пожалуйста, свяжитесь с нами. И вы знаете, что оказалось, что эта машина учительницы из нашей школы, которая точно так же начала там скользить. И она доехала до туда, куда смогла, где смогла затормозить. И тупо ее там бросила. И сама пошла уже в школу на работу. И только вечером уже потом обнаружила. И она вообще перезвонила. Она совершенно не злилась. Она говорит, я видела, какой там ужас был. Поэтому без вариантов. И да, по страховой все будем ремонтировать. К счастью, ничего не случилось со своей ногой. Я не обращалась никуда, ни в страховую, ни в больницу. Потому что перелома никакого нет. Просто очень сильно болит. Немного кульгаю. Так что в больнице я уже, знаете, в синяках руки, блин. Потому что в Польше так как-то странно. Мне берут кровь. Тут уже зажило. Тут меньше было. Тут, конечно, трэш. И нога у меня синяя. И живот тоже будет полностью синим. И я просто красотка, девочки. Это не праздник. Я какой-то капец. И для таких ситуаций, для страховой в машине стоит возить специальные бланки. Они продаются на заправках. Много где, на самом деле. Можно тоже распечатать из интернета. Это так работает в Польше. И 12 минут, 13 почти. Девочки, я не знаю, когда я смогу снимать видео. Я планировала там наснимать наперед. Но пока что как бы мне завтра с ребенком в больницу. Послезавтра я ложусь. И очень-очень много дел. Поэтому уж так. В общем, если вы договариваетесь с тем, кто виноват. Или виноваты вы. И не хотите вызывать полицию. Просто без судов, без этих разбирательств. То есть вы заполняете бланк. У меня они были в машине. И получается, для пострадавшей стороны остается оригинал. И там еще сразу как бы копия есть для того, кто, собственно, стал причиной этой аварии. Или берет вину на себя. Или еще что-то там. Сказать, будьте осторожны. Но это ничего не сказать. Во-первых, как повезет. Иногда бывают очень разные ситуации. Иногда, может быть, нетрезвый водитель за рулем. То есть ты можешь ездить хорошо, осторожно. Но кто-то будет ехать быстрее. И ничего не сможет сделать. Или не дай бог там в каком-то, знаете, помутнении разума. Типа под влиянием каких-то веществ. Люди на самом деле вообще настолько обезбашенные. Ты едешь и думаешь, что может быть очень-очень сильно по-разному. Вот. Так что решала эти вопросы. И вчера, кстати, мне нужно было, несмотря на то, что по фотографиям особо не заметно, насколько серьезные повреждения. Но у меня и камера дальнего обозрения, там тоже что-то с ней не так. И с выхлопной трубой тоже какие-то вопросы. Короче, мне нельзя было ехать на этой машине, так как я никогда раньше не попадала в такие аварии. Мне нужно было вызывать эвакуатор и отвозить на сервис. Ну, я зажгла, зажгла, запалью вам ауто, как урухомни вам. Блин. Короче, в ключ повернула, да, ничего не светится. Думаю, поеду сама на сервис. Приехала. Они говорят, вы что? Вам нельзя было ехать? Это мог бы быть штраф. Типа, если... А, фара еще у меня разбита. Нельзя было бы. Ну, кто ж знал, девочки. Если бы приехала полиция, то влепили бы штраф мне и ей по 10 вот этих штрафных пунктов, а в Польше можно иметь всего 24, потом у тебя забирают права. Вот. И как бы спорь с ними, что там был гололед. А, кстати, пока мы там стояли, разбирались и приходили в себя, проехал трактор, посыпал солью и через 15 минут все растаяло. Мы такие, блин, какой капец, просто, вот знаете, стечение обстоятельств. Так что мы с мамой со школы и так были знакомы. Мы ездили в поездку, ни у кого нет никаких претензий. Просто моя машина осталась в ремонте, и у нее, и у меня также, в принципе, такая же страховка, что машина покрывает ущерб ее, мой, при этом дают машины на время ремонта такого же класса или классом ниже. Вот. Что еще? Если машину украдут, ну, там очень много разных вариантов. Конечно, такая страховка стоит очень много, и для меня это один из больших пунктов расходов, таких глобальных, годовых. Что поделать? Это тоже высчитывается в зависимости от стоимости машины, от пробега, от года производства, от того, насколько это проблемный водитель и так далее. Там, как бы, бонусы насчитываются, если ты не создаешь каких-то там аварий на дороге. Вот. Так что вчера, кстати, было очень много аварий, на выходных также, поэтому свободных машин не было вчера, и сегодня мне должны привезти BMW опять. Посмотрим, что это, но, знаете, это настолько неважно. Я вчера переживала только за детей, Игнат очень сильно испугался, плакал. Мы с ним долго разговаривали, поговорила с детским психологом, как себя вести со школьным. Его тоже и там поддерживали. Он сказал, что он хочет идти в школу, там была какая-то экскурсия у детей, и в итоге они пошли. Говорю, может, он пусть дома останется, ну, вот как ребенок, да, и главное, чтобы тоже как можно быстрее очень спокойно сел в машину, чтобы не оттягивать этот момент, когда ребенок снова сядет в машину после аварии. Конечно, нужно смотреть по состоянию, но так рекомендовал психолог, и чтобы вот потихоньку доехать безопасно. В следующий раз сегодня Томак отвез их в школу, и все хорошо. Так что еще и вот такие, знаете, приключения у нас. Что-то еще, девочки. Мне сейчас надо поехать снять гель-лак, потому что он не может быть вот таким темным на операцию, но анестезиолог вчера сказал, что можно и такой полупрозрачный, что это якобы окей. Но я знаю, что во многих странах говорят полностью снимать гель-лак. Я поеду заберу анализы, завтра у нас контроль у кардиолога Захара, то есть ничего серьезного, просто плановое раз в два года. И у меня немножечко стресс, у нас снегопад четвертый день, но он тут тает, снова подмерзает, и сейчас привезут машину, и я как-то... С одной стороны, я вчера уже ездила за рулем, но есть вот какая-то такая тревога теперь, знаете. Тем более машина не моя, и я даже на Томакомашине не очень-то и люблю ездить. И я подумала, что завтра с детьми я все-таки вызову такси и поеду на такси. Еще у Томака машина поломалась, знаете, это стандартный набор, типа что-то происходит, и обычно, блин, по всем фронтам. У него коробка передач полетела, поэтому он там на неделю без машины. Я тоже без машины. Ну ничего страшного тоже бывает. Ой, девочки. Я так хотела заехать, накупить домой продуктов, чтобы все было там для детей, для меня, чтобы еще что-то. Когда вот это вот все закрутилось, мамаду, я думаю, хрен с ним. Главное, чтобы я после операции вернулась домой, и кэтринг можно заказать, и доставку продуктов уж какую-никакую там. Можно что-то сообразить. Где-то Томак у него очень много работы. Не хочется, конечно, его, знаете, вот прям как-то прессовать. Но я вот не буду в состоянии все это делать, и поэтому с Рождеством я до сих пор не знаю, как бы буду смотреть по состоянию. Возможно, он был ему свекрови на Рождество, может быть, закажем что-то и просто посидим у нас. Сложно сказать, как это будет, но теперь вы знаете, что рождественские влоги в этом году такие какие-то нерождественские. Вот такую временную машину мне привезли. Только знаете, в чем проблема? Она заднеприводная, и у нас очень скользко. Поэтому я не хочу этих приключений. Буду умолять, чтобы мне ее поменяли, пусть ниже классом. Но это очень небезопасно. Еще и дизель, еще и нужно там менять батарейку в ключе. Вот нужны мне эти приключения сейчас? Точно нет. Еще одна проблема, которую теперь нужно будет решить. Это не так просто, потому что не страховая, не тот, кто дает в аренду автомобиль, не соглашается. Поэтому уже второй день этим всем занимаюсь. Ну что, день Х настал. Я собираюсь в больницу. Операция у меня будет после обеда. Что мне нужно взять с собой? Во-первых, пижаму, спортивный костюм, что-то свободное на резинке. Мне какое-то время нельзя будет носить привычную одежду. Нижнее белье, носочки. И так как у меня еще начались критические дни, блин, это не очень хорошо. Но мне нужно оставить гигиенические приборы где-то сверху, чтобы во всем моем чемодане не копошились. И на время операции мне будут надевать, типа как памперс. Ну, это, кстати, Настя мне подарила, потому что я подозревала, что так совпадет. Заранее же обо всем знала. Ну, это типа как прокладка и одноразовые трусы. У меня их несколько. Также в больнице должны дать. Помимо этого я беру с собой то, что тоже приобрела заранее. Это корсет. Они бывают разными. Здесь хорошая утяжка в области живота. Очень удобно, что это в форме трусиков. То есть внизу застегивается. Но здесь замки. Внутри еще несколько крючков. Есть корсеты, которые прям вот с большим количеством крючков спереди. Их не очень удобно застегивать. Я купила такое, как сказала мой доктор. Здесь еще шлейки нужно их прицепить. То есть я в таком вот бандаже буду ходить какое-то время. И не нужно мне писать, что там лучше. Я купила то, что сказал доктор. Уж как есть, девочки, по факту уже без разницы. Но если мне понадобится помощь, то я поинтересуюсь. Пожалуйста, не накручивайте меня. Вечером после общего наркоза мне вроде как сказали, нужно вставать. Мне помогут, чтобы я сходила в туалет, почистила зубы. Ну и тоже у меня такой доктор, она говорит, уход тоже с собой берите. Красьте вы, наверное, не сможете. Ну, берем. Мало ли. Вообще после наркоза очень сильно сушат губы. Поэтому беру с собой бальзам для губ. Умывалку для лица. Не знаю, понадобится она мне или нет. Ну, хотя бы дезик, знаете, там немножко крема. Что-то супер увлажняющее. И крем под глаза. Наверное, мне это не особо пригодится. Но бьюти маньяк он такой. Где-то через час меня заберут на операцию. Буду отвлекаться с вами. Поснимаю. Я одна в палате. Всего на два дня получается. Здесь кровати, которые поднимаются там пультом. Мне кажется, это уже стандарт, скажем так. Клиника частная. Поэтому здесь не очень много пациентов. И вот какая-то аппаратура. Мне только что делали обследование сердца прямо здесь. Поэтому я уже успела полежать на кровати. Мне выдали полотенце. Можно помыться. Но я это сделала утром. Также выдали уже одежду, которая будет на меня во время операции. Можно надеть мои труселя. Аварийные. И также... Это типа как платье такое. Что-то еще. Тумбочки, которые передвигаются. Кондиционер. Я решила расположиться рядом с раковиной. Мало ли что и поближе к туалету. Здесь рядом с дверью большое зеркало. И также мини-шкаф, куда можно сложить свои вещи. У меня здесь вот верхняя одежда, в которую я приехала. Сейчас ты стану мапочкой своей. Персонал супер приятный. Кстати, до ногти я сняла. Темный цвет. Такой полупрозрачный. Анестезиолог разрешил. И ванная комната. Уборная. Душевая. Полотенце-сушитель. Туалетная бумага. Все как везде. Правда? Как в отеле. Сейчас потихоньку разложусь, чтобы потом этим всем не заниматься. Солнышко такое за окном. Я решила ехать сама. И быть одна до операции. Ну а после посмотрим. Вид из окна мой. Виды жалюзи можно закрыть. Очень тепло. Все такие ухаживают за тобой, бегают. Очень приятно на самом деле. Очень сильно хочется пить. Сухие губы. Почему-то после анестезии я очень сильно плакала. Когда меня пытались разбудить. Что-то капает. Берет давление. И сильно тянет животное. Тут и постоянное напряжение. И болит не очень. Показатели. Все. Сама операция длилась полтора часа. Но вообще сложности где-то два с половиной. Странное ощущение. Очень сильно морозило. Где-то час после наркоза. Есть вот такой грелкой. Прямо под одеялом. Теперь уже лучше. Чем кормят больницы? Чувствую себя нормально. Но я очень сильно отекла почему-то. И также у меня очень низкое давление. Я не представляю, как я поеду домой. Я расширюсь. Творожок. Помидор. Слад. Масло. Ветчина. Причем так немало. Хлеб темный и светлый. И чай. С сахаром. Сахар я не ем. Ну что, врача? Не знаю, как так выходить из больницы. Ну что, девочки. Я дома. Меня выписали меньше, чем через сутки. В Польше все очень быстро происходит. Никто никого не держит в больнице, если показатели более-менее нормальны. Меня, конечно, чуть-чуть удивило то, что у меня было пониженное давление. 80 на 40, 90 на 50. Ну то есть я ходила, сильно шаталась. И у меня достаточно большие отеки. И мне должны были поставить какую-то капельницу, ну такую мочегонную, наверное, да. Что-то, что выводит жидкость из организма. И я была в таком состоянии, что я не запомнила никакие там названия. Но в принципе они вам тоже не особо-то и нужны. Потому что самим такое принимать нельзя. Но из-за низкого давления мне эту капельницу отменили. Меня забрал домик из больницы. Больше всего меня волновало то, как я сяду в машину. Потому что сидеть мне можно было уже спустя там несколько дней. И то лучше в таком полулежачем состоянии находиться первую неделю. Вот. И у нас столько снега за окном. Короче, как-то там погрузилась. Он осторожно привез меня домой. Ну и в первый день там еще я не особо могла активничать как-то. Но к вечеру уже там сварила детям аварийники. И в принципе я сама себя обслуживаю. В том плане, что могу встать. Сегодня какой день? Четвертый, пятый сутки скоро начнутся. После операции. И вот реально я знала, что он будет заниматься там всеми делами. Подумаю, что с этим окей. Но я очень сильно не люблю, когда как бы я должна просить о помощи. Или я какая-то такая безрадна по-польски. Не могу вспомнить. В общем, суть в том, что я сама могу встать. Я сама могу сходить в туалет. Я сама могу помыться. Первые дни мне было сложно достигнуть пояс утягивающий. Из-за достаточно сильных отеков. И но сейчас уже все окей. Я сама делаю перевязки. Я сама, ну как мне мой тренер тоже подсказывала. Она и тренер, и реабилитолог тоже. Физиотерапевт. Она сказала мне, что можно делать уже там буквально в первые дни после операции. Чтобы жидкость быстрее уходила. И чтобы не было спаек там. Поэтому я, знаете, так основательно подготовилась ко всему к этому. И я очень рада, что я сделала это. Несмотря на то, что я как-то боялась, что я хуже перенесу саму операцию. Но я не рассчитывала на то, что... Или, может, не учла, что после наркоза мне может быть настолько хреново. Может, мне подобрали такой препарат, который я плохо перенесла. Но мне прям, знаете, у меня такая слабость, что... Я вчера посмелела. Думаю, выйду-ка я на улицу, девочки, выперлась. И такая... Ой, поняла, что... Что я не вывезу, что я просто грохнусь в обморок. И в течение дня я прилегаю поспать. Потому что моей энергии сейчас не хватает. Так как мне нельзя лежать всё время. Нужно что-то делать. Поэтому я где-то там и стирку разрежу, и поскладываю. И что-то детям могу приготовить. И себе суп сварить. Знаете, такая домашняя активность несложная. С первого дня я могу присесть, например, взять что-то с пола там или с чемодана я брала. Вот. И в целом рана, которая снаружи, она небольшая, заживает хорошо. Но внутри, девочки, у меня где-то вот такой шов. И я как-то особо этого не ощущала. Но оно тянуло первые дни. Сейчас, видите, я сижу ровно. Я не осознавала, насколько долго это может заживать. Потому что я вчера чихнула. Я думала, что я просто сдохну. И я выла от боли, как собака. Минут 10, наверное. И сейчас, не дай бог, там где-то в носу крутит. Я как-то стараюсь сделать все возможное, чтобы не чихать. Очень больно смеяться, плакать. Или там, например, что-то кто-то уронил. Да, и я испугалась. От этого испуга тоже очень больно. Нельзя наклоняться. Как-то поднимать тяжести. Но самое сложное, первая неделя. Девочки, я вам это рассказываю не для того, чтобы, там, опять же, меня кто-то пожалел. Я знаю, что эта тема актуальна для очень многих. И рассказываю, как это выглядело у меня. И если вы планируете делать абдоминопластику, у меня не абдоминопластика. У меня, в первую очередь, не эстетический момент, а именно по здоровью. Мне нужно было это сделать. И грыжа, кстати, была больше, чем они ожидали. Я правильно сделала, что решилась на это. И мне тоже делали еще небольшую такую пластику. Насколько это было возможно без натягивания кожи, без больших разрезов. И если бы я делала в государственной клинике, то это было бы просто распанахали, в сетку вставили, зашили. А я хотела, чтобы это были аккуратные швы, чтобы было как можно меньше, чтобы операцию делала конкретная врач. В конкретное время, удобная для меня. И чтобы были какие-то еще, знаете, эстетические штуки. Эстетику в государственных клиниках как бы никто не ручается. Там уж как получится. И тем более, что у меня несрочный случай. И такую операцию я могла ждать достаточно долго. Потому что есть живая очередь. Кому-то нужно срочно оперироваться. И ему дают там, не знаю, сроки месяц-два. Может быть, ну на скорой сразу прооперируют. Я решила, знаете, уже хрен с ним. Заплатила. Если вам интересно, сколько стоила такая операция? Достаточно много. Вот я не буду прям рассказывать точно, что именно я делала. Это настолько индивидуально. Но пребывание в клинике, консультация после. Все-все-все-все. Анестезиолог я заплатила 13 200. Если делать только, например, зашивание диастаза и грыжи, то, конечно же, это будет гораздо меньше. Возможно, даже в два раза меньше. Но я доверилась доктору. Я очень пока что довольна. И я, наверное, назову имя тогда, когда все заживет. Вот, реабилитация аж 5 месяцев. Ну, то есть, самое сложное, это неделя первая. И то я как-то так быстро оклемалась. Вот. И потом месяц нужно быть максимально осторожной. И полное восстановление. И заживление будет уже спустя 5 месяцев. И полностью отек тоже уйдет. Так. Я сейчас, девочки, в этом корсете. Я не буду показывать свой живот, как он выглядит. Сейчас. Ну, как видите, я стою ровно. Отек у меня еще есть. Может, там где-то от мази что-то. Есть. Я его уже постирала, посушила. А еще нельзя носить привычного одежды. Это, конечно, тоже неудобно. То есть, сейчас все такое свободное. Спортивный костюм. Мое все. Ну, в целом, как бы, могу стоять ровно. Как видите. Но это не с первых дней так. Вот. Там у меня очень много синяков еще пока что. И нужно будет заниматься восстановлением. Я основательно подошла к этому вопросу. Во-первых, я долго занималась физиотерапевтом. Укрепляла боковые мышцы живота, спину. И много всего было сделано. Это не месяц, не два. Я ходила практически два года. Это тоже платная история. Полностью диастаз не удалось устранить. Ну, и грыжа сама не рассосется. Поэтому все-таки операция. Вот. И сейчас у меня спустя неделю будет консультация у хирурга. И сразу же начинаю уже и восстановление. Это разрабатывание шрама. Не только того, который снаружи. А прям вот он идет. Девочки. Вот отсюда где-то. Вот отсюда. И аж в самый низ внутренний. Потому что сшивали вот эти мышцы. То есть через один надрез над пупком. Ну и было еще несколько таких маленьких проколов, которые заживают. И там вообще не будет шрамов. С визуальной составляющей шрама я буду работать уже потом. У меня есть гель. Ой, господи. Я должна заказать его повторно. Но вот эта штука очень хорошо работает от шрамов. Вы тоже периодически спрашиваете меня. Главное начать пользоваться уже тогда, когда можно будет что-то мазать после заживления. То есть чем моложе, грубо говоря, шрам, тем лучше он сработает. Когда меня укусила собака и был шрам над глазом, над верхним веком, то вообще нет следа. И все хорошо. Я достаточно сильно помятая после наркоза и чувствую себя просто прям жестко. Я думала, что сейчас более современные наркозы. Или может мне такой дали. Что-то еще. Если вы планируете такую операцию, то мой вам совет. Консультируйтесь у нескольких хирургов. Если вообще вас что-то беспокоит. И они вас направят на адоминопластику или что нужно конкретно в вашем случае. Обеспечьте себе помощь хотя бы на первый день после операции. Потому что на такси вернуться достаточно сложно. И ничего поднимать нельзя. Все лекарства. Да, кстати, я тоже как-то упустила этот момент. Что после операции у меня будет просто ведро еще дополнительных лекарств. Которые мне нужно принимать вместе с антибиотиками. У меня там еще куча всякой фигни. Обязательно хорошие пробиотики. Я ее заказала заранее. Тоже потом вам покажу, наверное, в следующем влоге. Это то, что проверено. И, к счастью, вы сами понимаете, взрослые люди. Когда у тебя сшит живот внутри, то напрягаться тебе достаточно сложно. А если после антибиотиков проблемы с микрофлорой, то это тебе еще приключения. Знаете, и со стулом нужно быть осторожной. И тоже нужно более-менее такое чистое, правильное питание. Много клетчатки для того, чтобы не было запора. Уж как есть. Это тоже имейте в виду. Это вам не шуточки. И после операции это достаточно важно. Если у вас есть дети, животные, то обеспечьте им какую-то... Ну, как бы и себе, и детям, и животным обеспечьте какую-то помощь. Потому что самостоятельно полностью всем заняться не получится. Сейчас, конечно, я встаю там, утром собираю ланчбоксы. Ну, мне тоже нужно шевелиться. Меня никто не доставляет. Они бы и сами справились. Но, допустим, с собакой мне входить нельзя. И то ходят с ней два раза в день нормально. Он в течение дня может тоже приехать, если мне что-то надо. Ну, и как бы я только очухалась от операции. Получила имейл со школы. Короче, вот на-то воспаление уха. Я такая, почитала, понятно, сразу педиатру звонить, там, чем-то капать. Знаете, как? Ты можешь запланировать одно, а по факту все совершенно по-другому. И я, не знаю, как-то так уже спокойно ко многому отношусь. Я надеюсь, вам со мной было интересно. Я это снимаю не для себя. Девочки, мне вообще нафиг не надо помнить о том, в каком я состоянии была, видеть себя. Но вы просили меня, чтобы я поделилась, я рассказываю. Я думаю, что в государственных клиниках тоже могут классно сделать. Врач, который меня оперировал, она работает и в государственных клиниках, как хирург. Она тоже работает в салонах красоты, потому что она может, как врач, делать еще и разные косметологические процедуры. Она принимает в нескольких местах, не только в Кракове частным образом. И, по-моему, даже она работает не в одной государственной клинике. У них просто есть график, да, когда у нее свободные дни. Она работает частным образом. И несмотря на то, что она молодая, я видела ее работу вживую у своих знакомых. И, да, к ней тоже можно попасть. И, наверное, как-то по государственной страховке. Но я уже решила, это так долго тянется, девочки, что мне просто нужно было это сделать, и все. Для здоровья. Эстетика это уже такое, знаете, как была возможность что-то там скорректировать. О, Господи, я это сделала. А еще по поводу боли. В принципе, болит не настолько сильно, чтобы там подыхать. И я не принимала сильные обезболивающие, типа, тромодол там, или какие они. Я не принимала с первых дней, потому что, ну, мне спрашивали, там, тебе капельницу поставить. Говорю, ну, типа, терпимо, зачем? Потому что потом чистить организм, это тоже печень. Вот, и потом, когда я вернулась, мне тоже по рецепту выписали вот эти очень сильные обезболивающие таблетки. И я ни разу не принимала. И где-то с третьего дня я вообще отказалась, потому что, ну, нет такого, что боль невыносимая. Конечно, наверное, если бы была абдоминопластика, то я бы прифигела. Но терпимо и пичкать себя чем-то лишним, ну, зачем? Вот, так что буду заниматься машиной, сейчас буду звонить, узнавать, когда-то мне её отремонтируют. Как видите, мой декабрь в этом году жёсткий, но ничего, я держусь малой отцом. И потому что, типа, я себя так убедила, а потому что действительно всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это тоже опыт, и слава богу, что только так. Машину мне не жалко, самое главное, что мы с детьми целы, и в других машинах тоже никто там не пострадал. Мои синяки проходили. Это, девочки, мне так хочется поболтать с вами. Я ложилась на операцию, и я предупредила своего врача, что у меня нога всё в синяках. Знаете, там медсёстры меняются, приходит то анестезиолог, то дежурный врач. Постоянно кто-то приходит, приходит, и все там что-то смотрят, что-то проверяют, и тут на тебя помогают встать. А из месячных я тоже была без штанов, только в этих труселях своих. Перенесла, всё нормально, но это тоже не очень-то и удобно. Лучше бы их не было. И все такие, почему у вас такие синяки? Почему? Ну, то есть, если здесь доктора видят, например, синяки, они должны убедиться в том, что это, ну, никто вас там не колотит дома, да, и они обязаны обвестить полицию, если что. Вот, и я говорю, я после аварии так получилось. Просто реально у меня два вот таких синячела, прям с кровоподтёками такими. И сейчас они уже жёлтые, проходят. Я очень рада, девочки. Несмотря на то, что влогов таких традиционных, рождественских не будет. Ну, как, возможно, будут, но не сейчас. Пока я не очухаюсь, не оклемаюсь, я даю себе время отдохнуть, потому что это серьёзная нагрузка на организм. И я вижу по себе, ощущаю, что я достаточно слабая. У меня ещё и герпес, блин, такой вылез. Поэтому я беру паузу, и вы понимаете, почему. Когда оклемаюсь, потом буду что-то снимать. А пока всё хорошо. Чувствую себя терпимо, нормально. Вот, как человек после наркоза. Ну, так я счастлива. Всё, всё, целую, обнимаю. До встречи совсем скоро. Наговорилась только, ну, под такой блог.